О роли и месте общественной организации Белорусский Союз Женщин говорить не надо. Все понятно и так. От женщин везде и всегда зависит многое, в том числе мир и согласие, спокойствие и порядок в государстве. Почему, спросите вы? Отвечаем. Хотя бы уже потому, что нас больше. Объединившись женщиной, творя добрые и важные дела. Благотворительные акции, открытые диалоговые площадки, помощь семьям – это лишь малая толика того, что входит в широкий спектр деятельности объединения. Они – законодатели МОД в плане общественных инициатив. Это сегодня действительно движущая сила. Мы видим по итогам предыдущих лет, как много хороших инициатив реализовано. А что касается конкретной организации, она не только помогает эти инициативы развивать, она дает женщинам возможность себя показать, стать на планочку выше, наверное, в своей самореализации, реализации в профессии, в семье. И поэтому, конечно, мы надеемся, что Союз Женщины далее будет законодателем МОД в плане общественных инициатив. И, конечно, наряду с выполнением главного предназначения – это воспитание хороших детей, наших патриотов, молодежи, талантливой, на которую ставку делает наша страна. Женщины будут иметь возможность реализовать себя и в профессии, и в реализации многих других проектов. Брестское областное отделение «Белорусский Союз Женщин» объединяет более 26 тысяч представительниц прекрасного пола нашей области. В структуре находятся три городских и 16 районных организаций, и это количество далеко не предел. За последние несколько лет общественное объединение увеличилось на 365 активных женщин, потому что в женской натуре есть тяга заботиться о ближнем, сопереживать и помогать, объединившись, достигать очень многого. У наших землячек это получается. Они защищают интересы детей и женщин, охраняют их здоровье и труд, оказывают помощь ветеранам, нуждающимся одиноким. Они – депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директора предприятий и фирм, педагоги, медики. И при всей своей занятости дамы находят время, душевные силы и материальные возможности, чтобы помогать людям. В последнее время очень много проводилось встреч в трудовых коллективах, на диалоговых площадках. Мы обсуждали проблемы женщин и направляли наши предложения для рассмотрения на 6-м Всебелорусском народном собрании. Более 50 предложений женщины выработали и направили. Но кроме тех проблем, которые сегодня волнуют женщин, были предложения, связанные, конечно, с сохранением семейных традиционных ценностей, с сохранением полных семей, проблемы, опять-таки, неполных семей, как с ними бороться, какие мероприятия, какие действия, какие направления работы общественных организаций и в том числе и государства должны быть нацелены на то, чтобы наше общество развивалось полноценно. Все то, что было наработано, будет вынесено делегатами на 6-м Всебелорусском собрании. Ведь женщина не останавливается на достигнутом. Она продолжает делать хорошие дела, ставя перед собой другими, на первый взгляд, недостижимые цели, но добиваясь своего. Нужен дом многодетной семье? Он будет. Нужна помощь больному ребенку? А если нужно, управлять государством и с этим справимся. Женщины даже в период непростой эпидемической ситуации остаются рядом, чтобы помочь нуждающимся. Пандемия, она отразилась наверняка на всех. И также отразилась на работе общественных организаций. Но мы сумели работать и в системе онлайн, поддерживать с первичками наше взаимоотношение. И самое главное, что мы все активно приняли участие в нашей акции поможем медикам и Брестская областная больница, инфекционное отделение. Все медики получили помощь в виде продуктовых наборов. Не забывали женщины и об одной задаче – увеличение числа первичек союза и главное – омоложение организации. Мы можем принимать лиц, которые достигли совершеннолетия, начиная с 18-летнего возраста, активных, креативных, с новыми идеями, с новыми мыслями. Очень рады будем видеть их в наших первичках, в наших организационных структурах. И, конечно, когда мы готовились отчетно-выборной конференции, свою цель мы также ставили омолодеть наши органы рабочие, правление, президиум, для того, чтобы, наверное, не только опираясь на опыт работы общественного объединения, но и слышать их предложения, их идеи. Подведя итоги работы, заслужив выступление тех, кто может поделиться опытом, женщины пришли к выводу – сделано много, но еще недостаточно для того, чтобы поставить самую высокую оценку своей деятельности. Поэтому все планы и задумки, все нерешенные вопросы не списали и перенесли на будущее. Воплотить их в жизнь является задачей председателя Брестского областного отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин» Валентины Пух. Ее переизбрали на новый срок. И, как часто она говорит, когда мы едины, мы непобедимы.